МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня вторник, 23 июля. В эфире на Уральской вещательной кампании информационная программа «Объектив». В студии Кирилл Пантелеев, я и мои коллеги расскажем вам о последних событиях. Коротко о главных темах выпуска. Продолжаем рассказывать о ситуации с вывозом мусора на территории Новоуральского городского округа. Почти 700 садовых некоммерческих товарищей могут быть гасифицированы в Средновской области. Театр «Коколсказ» завершил 67-й театральный сезон. Вчера мы рассказывали, что в выходные дни в Новоуральске наблюдался острый дефицит мусоровозов, что привело к сбою вывоза мусора. В субботу и воскресенье от мусорокамер мусор не вывозился, так как все силы были брошены на вывоз от контейнерных площадок. В понедельник ситуация несколько улучшилась. К работе подключилось 12 единиц техники. Три единицы от городских предпринимателей, одна машина «Мупритуал», шесть единиц дорожно-коммунальной службы и две единицы ТБО «Экосервис». Несмотря на это, около 50% мусора от мусорокамер по-прежнему не вывезено. Аварийный режим работы продолжается, но благодаря дополнительной технике и помощи городских предпринимателей ситуация находится под контролем. Продолжение темы в нашем следующем материале. Ситуация с вывозом мусора с территорий Новоуральского городского округа по-прежнему остается сложной. Выполняется порядка 60% от планового объема вывоза мусора из жилого сектора. Такова цифра на сегодняшний день. Задействованы 11 единиц техники, шесть машин дорожно-коммунальной службы, три предоставляют предприниматели, региональный оператор ТБО «Экосервис» предоставляет три специализированные машины. На заседании штаба по решению мусорной проблемы поступают жалобы от сетевых магазинов. При плановом графике вывоза мусора раз в неделю мусор от некоторых магазинов не вывозят уже две недели. Плюс представитель регионального оператора говорит о том, что есть проблема с вывозом с металлических контейнеров, поскольку у ТБО отсутствует специально приспособленный для этого мусоровоз с боковой загрузкой. Понимаю, что техники, и констатируем, сегодня объезд был, что недостаточно. Сегодня контейнерные площадки переполнены. Не только в живом секторе, но и на объектах наших муниципальных. Поэтому понимаем, что даже дополнительно новая единица, которая сегодня пришла в город, конечно, она ситуацию абсолютно не исправит. Поэтому будем продолжать переговоры для того, чтобы все-таки количество техники со стороны рекоператора было максимально увеличено. Детские сады также сетуют на несвоевременный вывоз мусора. Представители штаба произвели проверку. Предупредили они регионального оператора. Тот проехал по садикам, опережая комиссию, и успел устранить часть нарушений. Из пяти проверенных детсадов переполненные мусорные площадки обнаружили в двух. Проверяли МАДУ Росинка. Ну, понятно, что рекоператор, получив уведомление о проведении проверки, частично успел, значит, опорожнить контейнеры, но частично мы все-таки зафиксировали уже нарушение договора. Поэтому мы так понимаем, что сейчас будет организована работа по продолжению вот таких проверочных мероприятий. Да, фиксируется. Мы, я так думаю, что и будем консультировать других юридических лиц, как это делается, потому что иных способов на сегодняшний день нет. Необходимо правильно зафиксировать нарушение договора и, соответственно, требовать его исполнения, потому что договором фиксируется неисполнение и дается срок для устранения данного нарушения. А вот в случае уже, если этот срок не исполнен, в этом случае уже идет, конечно, основание для перерасчета по данной услуге. Тем временем заполняются площадки в гаражных массивах. Эту работу выполняет служба ДКС. Но поскольку она сейчас задействована в основном на город, график вывоза мусора из гаражей также нарушается. У нас идут плановые работы, у нас идут асфальтные работы, площадки в гаражных массивах. Раз их с графика вышли, раз машины задействованы у нас на вывозе мусора, а дорожно-коммунальная служба у нас как раз работает. Это западный район, Бунарский, 15 микрорайон на мусоропроводах работает. Раз мы отвлекли 6 единиц техники, конечно, плановая работа на сегодняшний день задерживается. Поэтому, да, завтра уже одно звено ДКС мы снимаем с вывоза мусора и ставим уже на вывоз мусора в гаражных массивах. Представители штаба в эти дни решают проблему перерасчета платы граждан и юридических лиц за некачественно оказанные услуги. Причем самим гражданам обращаться с заявлениями никуда не потребуется. В адрес Министерства энергетики и ЖКХ было направлено обращение о том, что все-таки рассмотреть вопрос и нас поддержать по проведению перерасчета жителям данной услуги без заявительного характера. И мы заявили до 50%. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. Несмотря на авральный режим работы по вывозу мусора, ДКС продолжает ремонтировать дороги. На этой неделе завершилась укладка асфальта на парковке около хлебзавода на улице Дзержинского. Это долгожданное событие, так как парковка в этом месте отсутствовала уже много лет. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Дорожно-коммунальная служба всеми силами помогает ТБО «Экосервис» бороться с проблемой вывоза мусора. Несмотря на то отвлечение сил и средств, которые на настоящий момент испытывает служба в связи с необходимостью вывоза мусора с городских территорий, она выполняет большие объемы работ по летнему ремонту дорог и тротуаров, как в городе, так и в промышленной зоне. Дорожно-коммунальная служба продолжает выполнять работы по ремонту автомобильных дорог, в том числе и ямочный ремонт, участковый ремонт. В понедельник закончили укладку асфальтобетонной смеси на парковке в районе магазина «Хлеб» улицы Дзержинского. История там многолетняя, парковки фактически там не было. Поэтому в этом году выполнили работу по строительству парковки и тротуаров в районе магазина. Продолжаем укладку асфальтобетонной смеси на улице Шевченко и закончим улицу проезд второй индустрии. Все это в планах на ближайшие дни. Конечно, смотрим и ориентируемся на погоду, на благоприятную. Важно отметить, что существенную помощь в летних дорожных ремонтах оказывает возможность использования нашего местного асфальта. Дорожно-коммунальная служба с этого месяца применяет только тот асфальт, который сама же и производит на новой асфальто-смесительной установке. Это обстоятельство позволяет выполнять работу не только быстрее, но и с высоким качеством и большой ответственностью за конечный результат. Антон Сапогов, Альбина Евсеева, Даниил Запивалов, Новоуральская обещательная компания. В Свердловской области началась инвентаризация садовых некоммерческих товариществ, которая позволит определить, какие из них могут быть подключены к газоснабжению. По предварительным данным, потенциально газифицировать можно почти 700 СНТ. Важно отметить, что в Свердловской области насчитывается 1799 СНТ, расположенных в границах населенных пунктов. Это значит, что газификация ждет значительную часть садовых участков. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, цитирую, как и в программе дегазификации частных жилых домов, инженерная инфраструктура в СНТ проводится бесплатно до границ участков домовладений. Общее количество жилых домов в СНТ, жители которых при опросе изъявили желание газифицировать дома, 2856. В первую очередь мы будем подключать сети к домам в уже газифицированных СНТ. Далее работы продолжаются в негазифицированных СНТ, которые расположены в газифицируемых населенных пунктах. Конец цитаты. Стоит отметить, что в сельских населенных пунктах, которые относятся к Новоуральску, уже 86% домов, заявивших об участии в программе социальной дегазификации, подключены к газу. Это один из лучших показателей Свердловской области, что свидетельствует о результативной работе местных властей по реализации этой важной программы. Напоминаем, что при решении губернатора Евгения Куйвышева на непосредственное подключение дома предоставляется субсидия из областного бюджета для нескольких льготных категорий жителей. Заявки на заключение договора можно подать через сайт госуслуги, а также в офисах газораспределительных организаций. Неравнодушные жители города продолжают объединяться в поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных проектов. Делаем для города» объявила сбор средств на приобретение необходимого оборудования для отправки в зону боевых действий. Каждый рубль, переданный в фонд, станет ценным вкладом в обеспечении комфорта и безопасности наших солдат. Организация призывает горожан не оставаться в стороне, откликнуться на призыв и помочь сделать жизнь нашим бойцам на передовой намного легче и безопаснее. Всю подробную информацию вы получите, отсканировав QR-код. Театр «Куколсказ» завершил 67-й театральный сезон. Этот творческий отрезок подарил любителям сценического искусства пять ярких премьер и гастроли. Театр принимал на своей сцене коллег, развивал новый проект и неизменно радовал юных и взрослых зрителей. Рассказывает Юлия Балдина. Театр «Куколсказ» – это место, где искусство оживает и становится частью жизни каждого зрителя. Здесь работают настоящие мастера своего дела, которые вкладывают душу в каждую постановку. В этом сезоне театр порадовал зрителей интересными спектаклями, такими как «Гроза» по произведению Александра Островского, «Загадочная история одного лиса», «Электроснеговик», «Тигренок на подсолнухе», «Пушкин сказ». В начале уже прошедшего сезона мы выпустили премьеру спектакля «Гроза». Это 16+, это для взрослого зрителя, для подростков. Проходят в школе, в школьной программе. Это для нас, конечно, такой очень интересный опыт. Мы его показывали в течение всего сезона. Это и вечерние, в том числе, спектакли. И, как показала эта практика, это пользуется на самом деле популярностью. Некоторые взрослые пришли первый раз в Театр «Кукол». Очень удивились, что действительно есть такие сложные темы, объясняются вот таким вот языком Театра «Кукол», абсолютно доступно, и за довольно-таки небольшое, короткое время. И помимо этого мы начали развивать направление экскурсий, экскурсий для взрослого зрителя. Это, естественно, приоткрываем закулисья и работу наших цехов, то, как создается сказка, как создается спектакль. И на эти экскурсии билеты тоже уже заранее выкупаются. А эскиз Творческой лаборатории Театра наций Театром атомных городов 2022 года превратился в полноценный спектакль «Загадочная история одного лиса», над которым работали режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Максим Морозов и художник-постановщик из Могилева Никита Запаскин. Именно в этом спектакле по ту сторону сцены оказался главный режиссер Театра Павел Зимкин. В истории про лиса он исполнил несколько ролей. Отметим, что этот спектакль получил диплом лауреата на Свердловском областном конкурсе театральных работ и премии «Браво» в номинации «Лучший актерский ансамбль в Театре «Кукол». Как актер по долгу службы, да, еще мастера в Петербургской академии театрального искусства настоятельно рекомендовали, чтобы режиссер как минимум раз в месяц, раз в два месяца выходил на сцену, чтобы не терять навык, чтобы понимать специфику актерской профессии. И непосредственно у станка, да, нужно свои вот эти вот знания прокачивать. С приглашенным режиссером, да, удалось еще и в полноценном таком репетиционном процессе поработать над спектаклем про лиса. Поэтому это как бы такая история абсолютно рабочая. Вот каждый режиссер должен периодически выходить на сцену, на зрителя. Создание кукол – это удивительный процесс, в котором участвуют художники, конструкторы, инженеры. В этом году для спектаклей в мастерских театрах было создано 68 кукол разных видов. Например, куклы-маппеты, ростовые, планшетные и гапитные. Каждая из них – это результат кропотливой работы и творческого подхода. В этом сезоне, в прошедшем, мы работали с тремя художниками. Во-первых, это наш главный художник Людмила Гусарова. С художником из Белоруссии Никитой Запаскиным мы поставили спектакль «Загадочная история одного лиса». И с Павлом Хитцовым у нас две постановки – это «Гроза» и сейчас «Буратино». Одним из важных событий прошедшего театрального сезона стали обменные гастроли с театром юного зрителя «Саби» Владикавказа. Обмен сценами произошел в рамках федеральной программы «Большие гастроли». А к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина театр «Кукол» порадовал новоуральцев новой постановкой «Пушкин сказ». Спектакль поставлен на средства гранта губернатора Свердловской области. Но и летом кукольники не отдыхают. И уже в июне в рамках гранта губернатора области они отправились на гастроли в северные населенные пункты нашего региона, чтобы порадовать ребят не только спектаклями, но и мастер-классами. Огромное спасибо нашим новоуральским преданным, любимым зрителям, которые верят в нас, которые всегда ждут от нас какого-то чуда. Приходите на наши спектакли в следующем сезоне. Будет очень здорово, не менее интересно. Артисты, работники творческих цехов, технические специалисты и вся семья театра «Кукол сказ» провела насыщенный сезон. Занавес закрылся в 67-й раз. И зрительный зал опустел. Но в новом сезоне зрители ждут яркие премьеры и новые театральные события. Юлия Балдина, Данил Запивалов, Новоуральская вещательная компания. Новоуральск завоевал серебряную медаль на конкурсе роликов о проведении выпускного вечера с проектом «Школа Росатома». Наш город вошел в тройку лидеров, уступив лишь Зеленогорску, Красноярский край, который занял первое место. Вместе с Новоуральском второе место разделил Озерск, Челябинская область. Помимо признания на всероссийском уровне, победа в конкурсе принесла новоуральским школьникам пять бесплатных путевок в лагеря «Артек» и «Орленок». Эта возможность отправиться в легендарные детские лагеря стала отличным призом за яркий и запоминающийся выпускной вечер на высоте, который прошел в Новоуральске 29 июня. Несмотря на сильный дождь, который шел в день праздника, организаторы смогли с достоинством справиться с неприятной ситуацией, перенеся торжество из парка в здание Дома культуры. Благодаря творчеству съемочной группы новоуральской вещательной компании видеоролик о выпускном получился ярким и запоминающимся, что и позволило городу занять почетное второе место в этом конкурсе. Новоуральская футбольная команда «Кедр» успешно завершила домашний тур чемпионата управленческих округов Свердловской области 2024 года, прошедший на поле спортивной школы номер 2. Новоуральцы завоевали 4 очка, что позволило им занять почетное третье место в турнирной таблице. «Кедр» демонстрирует хорошую игру и готов бороться за победу в этом престижном турнире. Продолжение темы далее. Ни дождь, ни холод не остановили участников турнира перед важной игрой. Даже в такую ненастную погоду состоялось первенство управленческих округов Свердловской области по футболу. Несмотря на дождь и холод, команды западного, горнозаводского и восточного уральских управленческих округов встретились в крайнем матче летнего сезона. Футбол – это такой вид спорта, игровой вид спорта, который проводится на открытых площадях и проводится в любые погодные условия. И та погода, которую сегодня мы видим, первые игры, и вот сейчас последняя игра, где будет участвовать наша команда, спортивного клуба «Кедр», погода немножко улучшается, дождь не идет. Но нет, не мешает в любом случае, в любую погоду футбол проводится в тех условиях, в которых он запланирован. За наш футбольный клуб «Кедр» болеют и участники других команд, приехавшие из разных городов. Всего Новоуральск встретил четыре команды из Ревды, Первоуральска, Режа, села Полудневая. Вот я с друзьями сижу, отдыхаю, вот, с аккоматниками. Вот так вот. Наслаждаемся футболом. Не дня без футбола, как говорится. Трибуны объединили и взрослых, и маленьких футбольных фанатов. Перед каждым матчем дети интересовались у старших товарищей. Кто из них наши? Мне игра очень понравилась, и я болею за южный «Кедр». Я сам люблю в дворовых футболах бегать и надеюсь, что я когда-нибудь окажусь здесь. Поддерживать надо это дело не бросать, развивать и развивать. Это нашему городу необходимо. По результатам первенства футбольный клуб «Кедр» набрал четыре очка. В первой игре Новоуральск обыграл Первоуральск со счетом 5-1. Результат крайней игры «Кедра» с металлургом из Ревды – ничья. Обе игры были тяжелые. В одной нам удалось победить, в другой не смогли набрать очков и сыграли в ничью. Много легионеров, которые младше основных игроков «Кедра». Мы сыграли несколько туров, и пока у нас перерыв в своем чемпионате области по своему году рождения. Когда играешь со старшими людьми, они тебя учат, дают какие-то советы, как лучше сыграть. Поэтому это большой и хороший опыт. Для нас каждая игра значима, потому что у нас много молодых игроков в составе. И пока они только набираются опыта на таком уровне для кого-то. Это вообще первый сезон на таком уровне среди взрослых мужских команд. Поэтому для этих ребят, 16-17-18-летних, для них сейчас каждая игра как новый урок, можно сказать. Ну, игра прошла, в принципе, неплохо, как и всегда. Мы в том году с этой командой играли за первое место по итогам сезона. Каждый раз с ними напряженная игра. Ребята опытные, поигравшие в первой лиге. Поэтому с ними всегда тяжело-тяжело всегда. Так и завершился домашний тур для футбольного клуба «Кедр». По итогам турнира Новоуральск занял третью сточку в зачетной таблице. Олеся Просвернена, Алиса Буторина, Новоуральская обещательная компания. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра, 24 июля, в эфире Новоуральской обещательной компании. Смотрите информационно-аналитическую программу «Объектив» на телеканале ОТВ в 19.30. У меня на этом все. Берегите себя и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова